МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руку я потерял примерно год назад. Началось все с болезни. У меня была небольшая опухоль на этом месте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставил это, запустил, и, получается, потом пришлось эту опухоль ампутировать уже вместе с рукой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Дмитрий Кошечкин, мне 23 года. Я из России, род деятельности. Я сейчас являюсь амбассадором компании Моторика. Параллельно я являюсь, грубо говоря, киборгом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь, получается, протез состоит технически из трех основных частей. Это датчики, которые... Два датчика, которые принимают, получается, импульсы с моих мышц. Аккумулятор, через который все идет, который оснащает энергией. И, собственно говоря, роботизированная кисть, которая уже выполняет все действия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В этот протез можно добавлять уже различные дополнительные устройства, например, IoT, то есть интернет вещей. И мы можем, например, видеть, когда человек пользуется протезом, как часто он пользуется. Дальше можно, например, связать его с виртуальной реальностью через трекер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы любому нашему следующему клиенту уже пользователю готовы поставить тоже смартфон, интегрировать в протез. То есть здесь уже на самом деле ограничений практически нет, только фантазий инженеров и разработчиков. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Считаю себя, конечно же, киборгом. Ты человек в био-тело, которое, получается, интегрирован любого рода техническое какое-то устройство. Тут уже люди начинают смотреть, как на тебя действительно такого человека из будущего, то есть интерес уже совершенно другого характера. Это все чувствуется, когда на тебя, ну, грубо говоря, тебе одну энергию направляют. В случае, например, первым, когда ты с затрубленной рукой ходишь, то есть типа, что с тобой, парень? В случае во втором уже такая более энергия восхищения, мотивирующая. Перестал многих вещей бояться, перестал стесняться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда к нам приходят детишки, которых там как-то унижают в школе, которым нужен протез, и мы им ставим какой-то крутой кибернетический протез, и человек действительно в голове, как-то щелкает, и у ребенка, и у взрослого то, что он как бы не инвалид, это не его какая-то утрата, а это его особенность, которая превратилась в огромное преимущество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова